Следующая пара режимов наложения, которые мы рассмотрим, это режимы умножения и экран. Они также являются симметричными противоположными режимами. Воздействие мы сначала будем рассматривать вот на такой сетке с различными плашками, для того, чтобы выяснить, как у нас изменяется значение и построить соответствующие формы кривых. Давайте посмотрим, как у нас будет меняться картинка сначала для режима умножения. Для этого точно так же создаю слой цветовой заливки. В английской версии он называется Solid Color. Ок. Изменяю режим наложения на умножение и вижу, что с белым цветом у нас ничего не меняется. Как мы знаем, для всех затемняющих режимов нейтральным цветом является белый цвет, то есть цвет со значением 255. Если я буду этот цвет изменять в сторону затемнения, то посмотрите, что будет происходить. Вот, к примеру, я положу сюда плашку со значением 128 в каждом канале. И в результате, наведя пипетку, я увижу, что белый цвет затемнился до 128. То есть вот здесь я могу в палитре инфо это посмотреть. Вот, как видите, по каналам 128, 128, 128. 192 также затемнился до 96, 128 до 64, 64 до 32, и 0 остался, конечно, без изменений. Это означает, что режим действует линейно. И, соответственно, чем ниже я буду опускать значение вот этой плашки, тем больше будет затемнение. Причем затемнение будет максимальным в светлой области, то есть в области, соответствующей белому цвету. Нажму отмену и попробую сымитировать данное воздействие с помощью кривых. Отключаю данный слой. Создаю корректирующий слой кривые. Как мы знаем, у нас линейно опускается точка белого в данном случае на кривой. То есть заливка с помощью 50% серого – это вот такая форма кривой. Если мы сделаем то же самое вот здесь, с помощью заливки поставим 128, то увидим, что результат точно такой же. Вот смотрите, абсолютно то же самое. Отсюда можно сделать вывод. При наложении однотонной плашки на изображение в режиме умножения или Multiply в английской версии, у нас происходит линейный сдвиг белой точки по кривой. Если этот цвет отличный от белого, то, соответственно, точка будет сдвигаться на разные значения в каналах. Давайте это продемонстрируем. Точно так же создаем слой заливку, цвет. И вот, скажем, я сюда введу значение 224, 192 и сюда 128. Вот такой желтоватый цвет. Окей. Накладываю его на картинку в режиме умножения и вижу, что получается. То есть, посмотрите, у нас происходит наложение вот такой цветовой плашки. При этом, смотрите, точка белого приняла как раз те значения, которые мы вводили для данного цвета. То есть, 224, 192, 128. То есть, в палитре Info это хорошо видно. В кривых это будет выглядеть следующим образом. Создаю корректирующий слой кривые. Мастер кривой здесь уже пользоваться нельзя, так как мне нужно вводить разные значения в каналах. Для красного канала я ввожу значение 224. Для зеленого выходное значение 192. И для синего канала 128. Вот, посмотрите, результат абсолютно такой же, как и при использовании цветовой заливки. Отсюда можно сделать еще один вывод, что максимальное воздействие у нас приходится как раз на точку белого. И линейно убывает до нуля к точке черного. И данный режим наложения действует линейно. Теперь давайте выясним, как у нас изменяется контраст по тоновому диапазону. Для этого я возьму другую картинку. Вот такую. Давайте наложим на нее также серую плашку. Вот примерно такую. И изменим режим на умножение. Как видите, контраст изображения у нас ослабляется, то есть он равномерно падает по всему тоновому диапазону. И это неудивительно, ведь дело в том, что у нас получается вот такое воздействие, то есть если я возьму кривую, то есть вот примерно вот такую плашку я накладывал, кривая становится более пологой, и соответственно контраст при этом падает. То есть основное правило цветокоррекции, чем круче кривая, тем выше контраст. То есть круче это вот так, а более пологая это вот таким образом. Здесь кривая более пологая, и соответственно контраст линейно падает, потому что кривая имеет не какую-то вот такую нелинейную форму, а прямую. Теперь давайте ответим на вопрос, соответствует ли уменьшение непрозрачности корректирующего слоя ослаблению воздействия. Для этого режима, который, кстати, единственный из затемняющих имеет данное свойство, ослабление непрозрачности соответствует ослаблению воздействия. Почему? Дело в том, что в данном случае ослабление непрозрачности, оно эквивалентно возвращению кривой к начальному положению. И соответственно получается, что белая точка у нас возвращается на место как при уменьшении непрозрачности, так и при ослаблении воздействия с помощью кривой. Интересно также узнать, каким реальным процессом соответствует режим наложения, то есть какие процессы в реальной жизни можно привести в качестве аналогии. Режиму умножения соответствует просмотр двух сложенных вместе слайдов с помощью проектора. В качестве частного случая можно, например, привести использование цветных светофильтров, то есть если я создам, например, какой-нибудь цвет, вот красный, и наложу его в режиме умножения, то это будет эквивалентно просмотру вот этого изображения через красный светофильтр. То есть вот таким образом у нас создается эффект светофильтра. У меня даже есть бесплатный видеоурок, как образуется цвет, где я это все наглядно показываю, как с помощью трех светофильтров имитировать работу каналов в фотошопе, то есть как имитировать работу аддитивной модели RGB. Далее, что происходит при наложении картинки самой на себя. Если мы будем накладывать картинку саму на себя, то есть я возьму корректирующий слой кривые и изменю режим наложения на умножение, то мы получим затемнение картинки наибольшее как раз в средних тонах. То есть вот такое воздействие, оно будет аналогично примерно вот такой форме кривой. Давайте посмотрим. Ну вот примерно похоже. При желании кривую можно построить более точно, используя вот эту сетку с координатными точками. Давайте сбросим кривую. Теперь давайте проверим, как будет меняться результат, если мы будем менять порядок наложения корректирующего и основного изображений. То есть исходного и корректирующего. Для этого я удалю лишние слои. Разблокирую фоновый слой. Создам заливку 128, как мы это делаем всегда. И наложу ее в режиме умножения. Вот такой результат получается, если у нас сверху находится слой заливка в режиме умножения. Теперь давайте результат поменяем. То есть я этот слой переключаю в режим обычный. Переношу его вниз. И для верхнего слоя задаю режим умножения. То есть мы поменяли местами исходное и корректирующее изображение. Как видите, результат один и тот же. То есть результат сохраняется. В принципе это логично. Дело в том, что, как я говорил, есть аналогия по просмотру двух слайдов или просмотр слайда через цветной светофильтр, что наиболее наглядно, не имеет значения, где мы положим этот светофильтр. Либо перед лампой, перед источником света, либо уже за слайдом, то есть после слайда. В любом случае у нас будет просмотр аналогичен. То есть, допустим, если мы будем использовать красный светофильтр, то результат у нас не изменится, как и для любого другого. Итак, мы с вами разобрали теоретические аспекты работы с режимом наложения умножения. То есть, как он работает, какая форма кривых соответствует данному режиму, что происходит с картинкой при наложении на себя, какой нейтральный цвет имеет данный режим наложения и так далее. И в следующем уроке мы рассмотрим практическое применение данного режима наложения.